Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию к Тимофею, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор третьей главы этого послания. В этой главе апостол рассматривает вопросы, касающиеся служителей церкви. Он устанавливает, каким требованиям должен отвечать человек, поставляемый на служение епископства. Об этом с 1 по 7 стих. Каковы должны быть требования к деканам? Об этом с 8 по 10 стих. 11 стих о женах деканов. Еще раз о деканах с 12 по 13 стих. И далее Павел объясняет причины написания своего послания к Тимофею, после чего говорит о церкви как столпе и утверждение истины. Это с 14 стиха и далее. Итак, первая тема, каким требованиям должен отвечать человек, поставляемый на служение епископа. с 1 по 7 стих. «Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, сторонолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольска». Блаженный Августин пишет «Но ты считаешь, что с тобою этого произойти не должно было, поскольку, как ты полагаешь, никого не следует понуждать к добру епископства. Послушай же, что сказал апостол, кто епископство желает, доброго дела желает. Однако, сколь многие против своей воли обязываются принять епископство, побуждаются, находятся под надзором и в заточении, многие претерпевают из того, чего не хотят, пока не появится у них желание принять доброе дело». О чем это? Во времена святых апостолов и в последующие времена вот эти слова «если кто епископство желает, доброго дела желает», они означали «если кто мученичество желает, тот доброго дела желает». Потому что первыми мучениками, когда начинались гонения в любой общине, становились именно епископы. Мы знаем кончину Поликарпа Смирского, Игнатия Богоносца и многих и многих других епископов Церкви Божьей. Эти слуги Божьи, они претерпевали первый удар, он всегда направлялся против них, и они всегда находятся под прицелами информационных киллеров, которые буквально охотятся за ними, чтобы нанести какой-то удар. Таким образом, епископ – это мученик. Прежде всего, епископ – это мученик, мартирос. Христос тоже называется этим словом мартирос, мученик, когда сказано, что он свидетель о Боге Отце. Слово «мученик» – мартирос означает «свидетель», потому что мученики своими страданиями свидетельствовали о своей вере. А так как епископ – это первый и главный проповедник Евангелия, то есть первый и главный свидетель веры, он принимает на себя первый удар. Сейчас вот эти слова, если кто епископство желает, доброго дела желает, они приобрели совсем другой смысл, можно сказать, противоположный. И когда в Санкт-Петербурге судили епископа Вениамина, митрополита, то ему дали последнее слово. И в своем последнем слове он говорил так. Я родился в России имперской, где священство уважали и почитали, особенно епископов. Еще будучи мальчиком, я читал «Життя святых», и я завидовал древнюю христианам, которые могли не только веровать в Иисуса Христа, но и пролить свою кровь за Него. Но сейчас я дожил до тех времен, когда вот эти мечтания моего детства, они исполняются. Иными словами, Вениамин, священному ученику, он понял значение этих слов, изначальное значение. Если кто епископство желает, доброго дела желает. То есть, если кто мученичество желает, доброго дела желает. Священное Писание никогда не назвало бы добрым делом какие-то привилегии человека, наличие у него там автопарка, хорошие усадьбы, хорошие дачи загородные. Речь не об этом. И хотя многие епископы царской России, они жили в роскоши и в неге, но они же стали новомучениками, исповедниками Церкви Божией в России. Поэтому каждый должен очень ответственно относиться к подобному служению. Второй стих. «Но епископ должен быть непорочен одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, сторонолюбив, учителен». Епископы апостольских времен, как и сами апостолы, многие из них, были женаты. Они имели жен, они имели детей. И это считалось даже чем-то необходимым для епископов. Наличие семьи их приближало к их прихожанам, которые в своем подавляющем большинстве были женатыми людьми. Епископ должен быть не пьяница, не бийца, то есть он не должен драться, он не должен никого бить. И церковь в свое время даже принимала каноны о том, что священнослужители не имеют права в исповедальню брать с собой палку, даже посох, потому что иногда служители впадали в тяжелейшее разочарование, даже в обиду, когда слышали, что их посомы совершали какие-то грехи, брали эту палку или посох и начинали их бить. не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив. Миролюбив. Любой служитель Христа, прежде всего епископ, он должен быть миротворцем, потому что одно из имен Бога это имя Шаббат, то есть покой, мир. Это одно из имен Господа Иисуса Христа, который сам называл себя Господином Субботы. А слово Суббота по-еврейски Шаббат означает мир и покой. Господь наш Иисус Христос истинный источник мира и покоя. Именно поэтому он говорит «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью». Вот это очень важное как бы условие. У него должна быть хорошая семья с хорошей репутацией. Для чего? Пятый стих. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от Церкви Божьей». То есть как он сможет организовать большую семью, ипархиальную, если он не может нормально управлять своей домашней церковью, женою и своими детьми. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». То есть когда человек принимает крещение, его нельзя сразу ставить на какие-то должности в Церкви, с ним может произойти то, что происходит с некоторыми людьми. Ну, мне известен случай с одним человеком, который стал очень известным миссионером, но его так быстро сразу поднимали по разным ступеням, что он не смог избежать от греха тщеславия. «Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». Внешне это неверующие, это соседи, но это означает согласие светских властей. Например, сейчас в коммунистическом Китае делаются попытки возрождать иерархию западной церковью, делаются эти попытки, и там очень четко они осознают, представители церкви, что без согласования кандидатур с властями нормального результата не будет. Поэтому свидетельство от внешних, оно допускалось и принималось. но оно не являлось чем-то доминирующим, потому что и диканов, и пресвитеров, и епископов выбирал народ, то есть кандидатов на эти иерархические должности, выдвигал народ и общим голосованием решал, аксиос достоин или анаксиос не достоин. Блаженный Августин, который сам был блестящим епископом, вот в этом отрывке из 173-го послания он как раз показывает, что это путь мученика. А что пишет другой не менее известный епископ, епископ римский, святитель Григорий Двоеслов или Григорий Великий, Папа Римский. Он пишет, «Многие домогающиеся начальственной власти в оправдание своего прихотливого стремления прибегают к словам апостола, который говорит, аж и кто епископство хошит, доброе дело желает, думая найти в них для себя опору. Но апостол, похвалив это желание, тотчас же представляет и опасную его сторону, присовкупляя вслед за тем к своим словам и следующее «Подобает у божиепископу быть и непорочно». И далее он показывает, в чем именно состоит эта непорочность, последовательно перечисляя один за другими необходимое для пастырей и вообще для священнослужителей совершенство. Таким образом, апостол и одобряет желание епископства и устрашает желающих его необходимыми для сего требованиями. Если во дне Августина все-таки помнили о том, что это искание мученичества, то уже во дне Григория Великого это могло означать и стремление к власти в народе Божьем. Но и здесь святитель Григорий Великий двоислов Папа Римский не применил сказать о том, какой ценз предъявляется будущему епископу, который должен быть действительно непорочен буквально во всем. Далее у нас с 8 по 10 стих говорится о том, каковы должны быть требования к деканам. И экзегеты иногда спрашивают, почему в этой части Писания как бы пропускаются пресвитеры. И есть такая точка зрения, что так как в те времена епископы были практически в каждом городе, их положение было положением епископов-пресвитеров. А декана это следующая за ними иерархическая ступень, хотя в Новом Завете говорится отдельно и о пресвитерах. Но в таком контексте, когда говорится о епископе, пресвитере и декане, имеются в виду какие-то большие общины, где действительно было трехчинное священство. А чаще епископы, как обычные пресвитеры, служили, пользуясь помощью только деканов. Теперь требования к деканам. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо бы нам прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Что значит хранящие таинство веры в чистой совести? Декана в древней церкви совершали очень много всего. Они причащали. Это одна из обязанностей деканов. Они ходили по домам. Если причастие в молитвенном доме или в катакомбах преподавали епископы-пресвитеры, то декана они носили причастие к другим верующим, чаще к больным. Они участвовали в оглашении людей, которые готовились к крещению. А так как крестили в те времена и мужчин, и женщин, то был институт деканис. Деканисы выполняли функции деканов по отношению к девицам и женщинам. переодевания перед крещением, вытирания после крещения и так далее. Собственно говоря, институт деканис он пропал, когда перестали крестить взрослых, а поголовно везде стали крестить младенцев. Здесь уже похотливость никак не могла проявиться. Поэтому декана, как хранящее таинство веры в чистой совести, это те, которые оберегают святые дары во время их перенесения и соблюдают тайну, кого они оглашают, то есть кого они готовят к крещению. И таких надо нам прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. И в наши времена испытания и кандидата на диаконское рукоположение, и кандидата на пресвитерское рукоположение, и кандидата на епископское рукоположение, это ставленческая исповедь. Вот я в свое время проходил ставленческую исповедь у архимандрита Кирилла Павлова. И был очень удивлен его прозорливости, как он мне помогал исповедоваться за всю свою жизнь. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «Диаконы также добудут святыми служителями в душах своих чистыми от любостяжания, а в телах своих свободными от страстей». Кстати, вот этот призыв наиболее точно исполняется, когда декана женаты. Потому что наставление апостола Павла «Чтобы не разжигаться, женитесь». И если человек принимает монашество из каких-то корыстных соображений, а потом не может себя контролировать в сексуальном смысле, то зачем надо было принимать монашество? Что за игра? Если бы женился, стал бы священнослужителем, все было бы значительно лучше. И сам Христос говорит, «Могущие вместить, да вместят». То есть те, которые могут вместить, они могут стать скобцами для Царствия Божьего. Профессор Десницкий пишет, «Диаконы по-гречески буквально означают служители и относятся к помощникам епископов пресвитеров». Конец цитаты. Далее идет у нас перекопа и о женах диканов. Стих 11. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Но здесь, конечно, бросается в глаза, что наставление епископу не должен быть пьяница, наставление дьякона не должен быть пьяницей и наставление жена диканов должны быть трезвы, верны во всем. В античном мире люди употребляли спиртные напитки всякий раз, когда садились за стол. Считалось варварством пить неразбавленное вино, но каждый знал свою меру, как разбавлять. Иногда люди увлекались и забывались о том, что недостаточно растворили вино водою и могли упиваться. Поэтому это было актуально для эллинского мира, прежде всего, для греческого мира, но и для римского также. Очень важно, когда матушки не клеветницы, честные трезвы, потому что иногда по матушкам судят и о священниках. Конечно, у нас нету у православных папизма, но у нас есть бабизм, когда некоторые матушки берут такую власть на приходе, что начинают командовать не только прихожанами данного прихода, но и своими мужьями и бросают вызовы даже над епископом. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «Жены их, то есть деканов, также да не будут служанками дьявола, но кроткими. Своим бесстыдством они пусть не подвергают хулению своих мужей и на ближних своих пусть не злословят пред мужьями своими, как управителями их, но всегда да бодрствуют в добрых делах и да будут верны во всем, да не впадают в волшебства и заклинания». Конец цитаты. Далее опять о деканах, 12-13 стих. «Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса». Кстати, по отношению к епископу сказано муж одной жены и по отношению к дьяконову муж одной жены это запрет на многоженство. Многоженство было в те времена и в церковных канонах мы видим, что были иногда у православных христиан наложницы и в более древние времена многоженство тоже присутствовало. этот момент изживался достаточно долго. Бенедикт Нурсийский, преподобный отец наш, мы его больше знаем как Бенедикта, он пишет, это книга его правил, правило 31, на должность келлоря, то есть эконома дьякона, пусть избирается из монастырской общины человек мудрый, возмужалый нравом, воздержанный, умеренный в пище, не превозносящийся, не обуреваемый страстями, не склонный к несправедливости, расторопный в делах, нерасточительный, но боящийся Бога, тот, кто был бы подобен отцу для всей общины, если случится кому-то из братьев по неразумию требовать у него какой-либо вещи, пусть он не омрачит такового презрения, но рассудительно и со смирением откажет неразумно просящему, пусть он оберегает свою душу и всегда помнит слова апостола о том, что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень, пусть со всем тчанием заботятся о немощных, малолетних, странниках и бедных, зная без сомнения, что о них обо всех даст отчет в день суда. Почему нам пришлось читать это правило 31 первое Бенедикта Нурсийского, потому что первое назначение деканов это хозяйственные нужды. В книге «Деяния святых апостолов» сообщается, что деканов избрали для того, чтобы они пеклись о столах, то есть решали бы хозяйственные вопросы в рамках той или иной общины. Далее говорится о причине написания послания к Тимофею, после чего говорится о церкви как о столпе и утверждении истины. Это с 14 стиха и до конца. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме и Божьем, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». Здесь очень важно обратить внимание на эти слова, что церковь не есть собрание разных представлений об истине, а церковь Бога Живаго есть именно столб и утверждение истины. Какой же истины? Одной истины. Христа. Христос есть истина и путь. И апостол Павел писал свое время, а мы проповедуем Христа распитого. Далее, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Ну, каждый из этих определений бросает нам некие вопросы. «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом» и так далее. Мы посмотрим объяснение блаженного Феодорита Кирского, который объясняет. «И беспрекословно великое благочестие тайна, тайною называет сия апостол, как из древли предреченное, но явленное впоследствии». То есть тайна Боговоплощения – это тайна, в которую еще хотели проникнуть древние пророки. Далее Феодорит объясняет. «Бог явился воплоти, ибо сущий Бог и Божий Сын, имея невидимое естество, когда вычеловечился, сделался для всех явным. Ясно же научил нас апостол, то есть Павел, о двух естествах, сказав, что естество Божие явилось воплоти». То есть есть истинное Божество и уже есть истинное человечество. Что означает «оправдал себя в духе?» Феодорит поясняет. «Потому что, восприняв на себя естество человеческое, сохранил его свободным от греха. Но изречение сие имеет и другой смысл». Следующее определение «оправдал себя в духе». Феодорит пишет «Духом Божьим творит чудеса». Христос творит чудеса Духом Божьим. «И так чудесами доказано и сделано явным, что Христос истинный Бог и Сын Божий. Так и сотник у креста, видя, что колеблется земля и вселенная наполнилась мглою, воскликнул «Воистину человек сей Сын Бе Божий показал себя ангелом». Это самое непонятное. Феодорит объясняет «Потому что невидимого Божьего естества не видели и ангелы, увидели же воплотившиеся». То есть даже ангелы не видели Бога и в Ветхом Завете описывается они одними крылами закрывали свои лики, чтобы не принять за Бога то, что не есть Бог, другими крылами они летали и восклицали «Свят, свят, свят». Поэтому он показал себя не только человеком, не только апостолом. Помните, как один из апостолов попросил «Покажи нам Отца» и «Довольно»?» на что Христос сказал «Видевший меня видел Отца». Ибо Христос показал и раскрыл истинное намерение Бога Отца, ибо пришел не во имя свое, а во имя Отца и говорил то, что услышал у Отца. И ангелы впервые созерцали Бога в присутствии формы, когда произошло его воплощение. Проповедан в народах идет дальше, имеется в виду по Феодориту распятый у иудеев, принят верою в мире, не только проповедан, но и уверовали в него, то есть разные народы уже, и от уверовавших приемлет божеское поклонение. Вознесся во славе, Феодорит объясняет, хотя совершил и прежде проповеди, то есть апостолов, но апостол отнес это наконец, научая, что справедливо уверовали проповеди, потому что повелевший проповедовать на небесах и имеет сидение одесную, так упомянув о домостроительстве и по духовной благодати, предузрев, ну и так далее. Здесь Феодорит обращает внимание на то, что да, конечно, проповедь о Христе началась еще при его жизни, когда он посылал подвое, но по-настоящему она началась после его вознесения, потому что это была проповедь не просто об умершем, но и воскресшем и вознесшемся на небесах и воссевшего одесной Бога Отца. И все это совершалось в нем нас ради человека, нашего ради спасения. И в этом блаженный Феодорит Кирский видит как раз преимущество формата той проповеди, которая началась после дня Святой Пятидесятницы. Итак, отцы и братья и сестры, сегодня мы сделали обзор третьей главы первого послания к Тимофею первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok